Проект экологической библиотеки «Разноцветная Арктика» поддержан компанией «Нурникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». В его основе мероприятия направлены на изучение арктического региона. На этой неделе состоялась презентация выставки областного краеведческого музея, которая разработана специально для экологической библиотеки Манчукурска. Напомним, что в рамках проекта «Разноцветная Арктика» уже были организованы творческие мастерски, на которых ребята смогли своими руками, разными способами создать обитателей Арктики, которые в дальнейшем станут героями тематических выставок. Мы шили игрушки, у нас получили замечательные мишки, и мы делали из валяния шерсти. Значит, на данный момент у нас, мы смеемся, стадо тюлений появилось в библиотеке и коллекция соушек северных. Теперь пришло время ознакомиться с научными фактами об Арктике, об истории ее освоения, о перспективах развития. В холле библиотеки появилось восемь содержательных планшетов. Презентовали выставку ее создатели. Это одно из ключевых и одно из самых таких крупных, больших мероприятий. И нам очень приятно, что это проходит впервые в Манчукурске. Специально для проектной деятельности, для нашего проекта, Мурманским областным краеведческим музеем была создана и разработана данная выставка, передвижная. Тема изучения Арктики сегодня очень актуальна. Научные сотрудники музея постарались акцентировать внимание на исторических фактах, которые наиболее легко смогут отразить целостность картины пути освоения Арктики от эпохи древности до наших дней. Основной акцент, конечно, делается на советский период освоения, поскольку именно в это время наша страна добилась, наверное, самых мощных успехов в этом направлении. В 30-е годы Арктика в Советском Союзе – это был такой своеобразный космос. То, что в 60-е, в 70-е было космосом. Каждый мальчишка мечтал быть полярником или полярным летчиком, или полярным капитаном. Вот этому периоду уделено, конечно, особое внимание. Поговорили о природе Арктического региона, об обитателях и экологических проблемах. Не менее привлекательна для ребят тема «Перспективы развития». Арктика в 21-м веке – это кратчайший путь с запада материка Евразии на восток, который имеет ряд преимуществ перед Советским каналом. Во-первых, он хороший, где-то на треть. Соответственно, прохождение судов по этому маршруту дешевле. Ну, а во-вторых, он безопаснее. Проблема пиратов в Красном море, она актуальна по-прежнему. Но в морях Северного леда и этого океана, конечно, пиратов нет. Запасы нефти и газа на шельфах Арктических морей сегодня привлекают внимание и других стран. Добыча и освоение этих ресурсов сулит немалую выгоду. Еще одно перспективное направление развития Арктики – туризм. Национальный парк «Русская Арктика» считается самым крупным на территории России. Атомные ледоколы совершают круизы на Северный полюс. Желающих каждый год все больше. В связи с тем, актуальна тема рабочих мест, интересных профессий. Ребят заинтересовали все направления и развития, исторические факты и особенности климата. И они охотно задавали вопросы. Тем самым пополнили свою копилку знаний об этой части Земли. Очень интересно, очень информативно, потому что узнать, может быть, это и не очень далекий материк от нас, но тем не менее мы о нем знаем не так много. И, безусловно, в школе мы изучаем намного меньше материала. И сейчас вот можно получить больше информации, узнать больше новых вещей. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашей экологической библиотеке, потому что просто замечательная акция с множеством интересных мастер-классов по поводу игрушек, например, животных, которые обитают здесь. Это очень интересно именно благодаря этим мастер-классам. Здесь я узнал об этих животных, которые там обитают, о том, какие там страны базируются, о том, что у нас единственный в мире флот атомный. И, в общем, это было очень интересно. Ну, узнал я об этом от бабушки, потому что она здесь работает. И вот захотелось мне прийти, так сказать, напросился. Поэтому пришел и остался очень даже доволен. Ознакомиться с выставкой можно до 25 октября в экологической библиотеке по адресу улицы Кирова, 19, корпус 2. Также в рамках проекта планируются экскурсии, выставка-инсталляции, оформление тематической зоны «Добро пожаловать в Арктику». Но сначала...